Такого современные жители Щелкова точно не видели. Многие знают, что так называемая Красная больница находится на улице Краснознаменской. Все видели это здание снаружи. Многие бывали внутри, когда здесь размещалось кардиологическое отделение ЩРВ, а теперь Щелковской областной больницы. Кто-то даже видел вот эту фотографию 50-х годов. Но исторических интерьеров точно не видел никто. Скоро здесь все опять закроют, спрячут от посторонних глаз. В основном, пока мы имеем уникальную возможность представить, как выглядела 100 лет назад пабрично-земская больница товарищества-мануфактур Людвиг Рабенек, известная в городе как Красная больница. Это было главное каменное здание больничного комплекса, построенное в 1898 году. До этого больница была деревянной. То, что это именно оно, доказывают старые карты. Вот карта владений товарищества-мануфактур 1900 года. Вот карта 1924. Этот Т-образный, вытянутый в длину силуэт, фасад которого смотрит на улицу Краснознаменскую, сложно с чем-то спутать. Обратите внимание, рядом еще нет трехэтажного административного корпуса. Реконструкция здания кардиологии началась весной этого года и продлится по плану аж до конца 2023. Почему так долго? Потому что, чтобы обновить его, нужно сначала разобрать старое, более чем вековое хозяйство, чем сейчас и занимаются строители. На этапе демонтажа они расчистили от слоев штукатурки и краски стены внутри, разобрали пол, чтобы демонтировать старые коммуникации. Расчистили до изначального вида профили окон и дверей в лечебные палаты. В середине здания теперь можно увидеть, как выглядел центральный вход в больницу. Он был с улицы Краснознаменской. Раньше она называлась «Черная дорога». Напротив, там, где был переход в современный четырехэтажный терапевтический корпус, строители разобрали пол. И мы можем увидеть во всей красе подвальное помещение из кирпича и частично из камня. Здесь тоже находились инженерные коммуникации. Много интересного открыли очищенные от наслоений XX века внутренние стены больницы. А именно, кто производил кирпич, из которого строили здание. Обнаружились несколько разных клеем. Завод Александра Севастьяновича Худякова основан в 1880 году и находился близ станции Талицы, Богословской волости Дмитровского уезда. Исследователи утверждают, что такое же клеймо встречается на постройках Щелковской и Шелкоткатской фабрики. Также нам попались кирпичи с клеймом «Герасимов». Кирпичный завод купца первой гильдии Ивана Герасимова находился в мытищах и производил 6 миллионов штук красного строительного кирпича в год, по данным, наконец, XIX – начала XX века. А вот еще красивое клеймо товарищества Василия Карповича Шапошникова и Михаила Васильевича Челнакова. Один из заводов товарищества также находился в мытищинской волости Московского уезда, деревня Шарапова. Кстати, из кирпича Шапошникова и Челнакова построено здание нынешнего противотуберкулезного диспансера, также входившего в больничный комплекс Красной больницы. Теперь вы понимаете, что изначально она действительно была красная. Остается добавить, что в закрытый на реконструкцию корпус посторонним вход запрещен. Так что увидеть исторические стены своими глазами, увы, не получится. Ирина Микеда, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.